Бог поддерживает и наполняет. Псалом 144, с 14 по 21 стих. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. «Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякое плоть, святое имя Его, во веки и веки». Размышления, часть первая. «Доверяй и ожидай». Псалом 144, с 14 по 16 стих. «Мы живем с уверенностью в том, что Бог восполнит все наши нужды, потому что мы полностью доверяем и верим Ему. Это не значит, что можно бездельничать. Это не значит, что Бог благословит наш труд. Бог может позаботиться о нас, если мы не справляемся с задачей или не можем работать. Даже если не видно ответ на молитвы, а время, кажется, уходит, Бог слышит нас и отвечает. Иисус дождался, пока Лазарь умрет, чтобы затем воскресить Его. Есть ли что невозможное для Господа? Итак, мы должны научиться доверять Ему и терпеливо ждать. Бог есть любовь, и Он желает нам самого лучшего. Возложите свою веру и упование на всемогущего и всезнающего Бога. Зачем беспокоиться? Отбросьте сомнения и страхи. Поверьте, что Бог – ваш обеспечитель. Размышления, часть 2. Привилегия молитвы. Псалом 144, 17 по 21 стих. Молитва – одна из самых чудесных привилегий Божьих детей. И при этом, возможно, одна из самых пренебрегаемых ими. В книге «Деяний» апостолы предлагают избрать 7 человек для заботы об обделенных вдовах эллинистов, чтобы самим посвятить себя молитве и служению Слова. Читая Евангелие, невозможно не увидеть, как много внимания и времени уделял молитве сам Иисус. Когда Петр был брошен в темницу, ранняя церковь провела молитвенное собрание ради него. Павел и Сила, попав в заключение в Филиппах, пели и молились посреди ночи. Если такие столпы веры считали, что без молитвы не обойтись, то что говорить о нас? Просите Господа научить вас молиться. А когда молитесь, просите Господа дать вам упорство и постоянство в молитвенной жизни. Верьте в силу молитвы. Продолжение следует...